Когда речь идет о космонавтике, все сразу представляют Россию, США, Европу, Китай. Но мало кто знает, что еще одна североамериканская страна, Канада, много лет успешно работает на орбите Земли. Канада присутствует в космосе уже долгое время. Мы были третьей страной, у которой появился свой спутник. Мы использовали его для телекоммуникации, потому что Канада достаточно большая страна. Главное направление канадского космического агентства — роботизированные технологии. Самый известный проект — Канадарм и Канадарм-2 — космические манипуляторы. Первый был установлен на шаттле Колумбия, Канадарм-2 — на МКС. Именно благодаря канадскому изобретению собраны несколько сегментов станции, а сегодня стыкуются иностранные грузовые корабли. Космическая программа — это совместная работа. Каждая страна делает свой вклад в различных науках. Если ты делаешь большой вклад, как Америка или Россия, то и летаешь часто. Если чуть меньше, как Канада, то ты летаешь реже. Все пропорционально. Вклад Канады — это все роботы на борту МКС. Пропорционально этому мы летаем. Дэвид Санджак станет десятым астронавтом Канады. Сейчас он тренируется в Российском центре подготовки космонавтов. Старт через два года. У Санджака три высших образования в сферах инженерия, астрофизика и медицина. Да, у меня большой научный бэкграунд. Возможно, это и помогло мне попасть в отряд астронавтов. Существует совсем немного профессий, в которых требуются обширные научные знания. Астронавт — одна из них. На МКС у Санджака намечена большая научная программа. Сейчас Канада сфокусирована на медицинских исследованиях. Я, доктор медицинских наук, могу сделать свой вклад в эти исследования. В первую очередь в технологиях дистанционной медицины. Я уверен, что мы сможем использовать эти технологии и для людей на Земле. Если вы живете в деревнях или маленьких городах, то телемедицина может принести огромную пользу. И космос — великолепное место для развития таких технологий. Некоторые канадцы, побывавшие в космосе, впечатлили весь мир. Например, Гила Либерте — основатель и руководитель цирка Дю Салей. В 2009 году он стал седьмым космическим туристом. Его короткая экспедиция на орбиту оставила самые веселые воспоминания. А вот настоящий астронавт Кристофер Хэтфилд в космосе был трижды. В 1995 году он стал первым и единственным канадцем, посетившим станцию мир. В 2001 году — первым канадцем в открытом космосе. После своего третьего полета в 2012 году Хэтфилд еще запомнился и как талантливый музыкант, а также автор популярной книги «Руководство астронавта по жизни на Земле», чему научили меня 4000 часов на орбите. Крис Хэтфилд проделал невероятную работу, чтобы сделать космонавтику популярной и интересной. Мне кажется, благодаря ему каждый может почувствовать космос. А меня он просто вдохновил. Главный вывод, который я могу сделать — в космосе важно оставаться самим собой. И в этом волшебство Криса Хэтфилда. Страна кленового листа Канада готовится стать участником и марсианской миссии. Главный вклад, конечно, роботы. Без них покорение дальнего космоса невозможно. Я думаю, в будущем люди и роботы будут работать вместе. Есть задачи, для которых роботы подходят лучше. Они не такие хрупкие, как люди, могут выживать в космической среде. С другой стороны, люди — лучшие исследователи. Они быстрее замечают что-то важное, интересное. Возможно, сначала мы отправим на Марс роботов. Они построят базу, составят карту, и уже потом отправятся люди. Полет к Марсу — совместный проект всего человечества. Каждая страна вносит свой вклад в развитие технологий, науки, медицины, чтобы однажды Земля не ступили на Красную планету. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова